Вы знаете, а я вообще-то её как-то... Я не всё прочла у Высоцкого. Это вот то, что я прочла только половину, раскодировала, а ещё часть песен просто не раскодирована. Вот песня о том, что произведена подсадка 20 тысяч человек в наши тела. Это уже был 90-й год. Как раз лошадей 20 тысяч в машины зажаты. Вот я могу прочесть это стихотворение его. Это тоже как белковое тело. То есть эфирный человек в белковом теле. И хрятят табуны, стервенея внизу. На глазах от натуги худеют канаты, из себя на причал выжимая слезу. И команды короткие и злые. Вот высадка была как раз у десантов 20 тысяч человек в 90-м году. Тоже старший этой команды есть. Фактически высажена идеологическая группа рая вся. Она насчитывает 23 тысячи человек. Но высадка была 20 тысяч человек. У нас на планете. И команды короткие и злые. Быстрый ветер уносят восьму. Кранцы за борт. Отдать носовые. И буксир подработать кормом. Эта ситуация как раз описывает непосредственно высадку этого десанта. Весь вот этот как бы вот ритуал. Такой вот более такой спокойный морской форме такой. Капитан чуть улыбаясь. Все, мол, верно. Молодцы. От земли освобождаясь, приказал рубить концы. У них тоже там земля. Когда они к нам сюда идут, тоже освобождаются от своей земли. Только снова назад обращаются взоры. Цепко держит земля. Все и так, и не так. Почему слишком долго не сходятся створы? Почему слишком часто моргает маяк? Когда человека сюда подсадили, значит, в тело белковое, значит, выдали во взрослого человека, он должен включиться в работу. Как-то принять свою семью. Заняться тем делом, которым ему вообще положено заняться. И это все бывает не очень хорошо, не очень все бывает, даже может ладиться. И даже сама подсадка в белковое тело тоже иногда может где-то чего-то не получаться. Вот тело и эфирного человека. А когда где-то чего-то не сходится, в общем, человек может болеть. Барахлить почка, барахлить сердце. Почему слишком долго не сходятся створы? Вот это как раз к этому и относится. Все в порядке. Конец всем вопросам. То есть все хорошо. Каждый принял свое тело, укрепился, устоял, внедрился, значит, в эту жизнь, в работу, принял свою семью. Ну, кроме вахтенных, всем отдыхать. Высадка была 20 тысяч человек, но приказано было никуда пока не включаться, отдыхать, ничем не заниматься, не заниматься тем делом, которым они должны заняться в будущем. Кроме вахтенных, всем отдыхать. Только кроме тех людей, которые работают в определенном направлении, в идеологическом, они должны работать. Это вахтенные. Остальным пока не вмешиваться. Но пустеют каюты матросам, к той свободе еще привыкать. Все равно любопытные лезут туда-сюда. Видите, вот в стану Рудского были подключены несколько человек. Помимо воли рая. Капитан, чуть улыбаясь, бросил только молодцы. От земли освобождаясь, нелегко рубить концы. Переход 20 дней. Рассыхаются шлюпки. То есть, какой-то период вот такого вот безделья. Нынче утром последний отстал альбатрос. Но здесь 20 суток. На самом деле, здесь фактически должно быть гораздо больше. В море, видите, у нас от одного материка к другому, где-то путь-то не такой уж долгий. 20-25 суток самые длинные переходы. Хоть бы шторм. Или лучше, чтобы в радиорубке обалдевший радист принял чей-нибудь сос. То есть, команда ждет, где кто позовет, где применить свои руки. Так и есть. Трое месяц в корыте. Вот опять-таки об этой вот группе, которая вышла одиночкой. Видите, в одном месте говорится, что их три человека, в другом месте четыре. Видимо, нет. Так и есть. Трое месяц в корыте. Яхту в дребезги кит разобрал. Опять-таки, кит это страна. Им, в общем, достается этим людям. Да за что вы нас благодарите? Вам спасибо за этот оврал. В общем, их спасают на этой яхте. Те, кто вот, в общем-то, ну, в таком были бедственном положении. Капитан, чуть улыбаясь, бросил только молодцы. Тем, кто с жизнью расставаясь, не хотел рубить конфликт. Здесь уже в другом немножко понятие, что вот эти трое сражались до последнего, в общем, не желая бросать своего дела. И опять будут фиджи и порт Кюросао. И еще черта в ступе. И бог знает что. И красивейший в мире фьорд Мильсфорд Саун. Все, куда я ногой не ступал. Ну, будут опять раскрываться горизонты. Здесь имеется в виду вот это. Проясняться. Все вблизи, чтобы было не видно. Но зато пришвартуетесь, вы натаите. И прокрутите запись мою. Пришвартуетесь вы в промежуточном мире. Вы узнаете промежуточный мир. Узнаете эту Тау-Кита. Из чего она состоит. Кто там есть. Кто чем занимается. То, как живет. Чем дышит. Через самый большой усилитель. Я про вас натаите спою. То есть про эту тройку людей. Скажет мастер, улыбаясь. Мне и песня. Молодцы. Так на суше оставаясь. Я везде креплю концы. И опять продвигается, словно на ринге. По воде осторожная тень корабля. Вот эти 20 тысяч человек. Есть экипаж. Экипаж идет незаметно. Тихо. Очень осторожно. В напряжение матросы. Ослаблены шпринги. Руль полборта налево. И в прошлом земля. А вот смотрите, кого берут в рай. В данном случае это рай промежуточного мира. Кто идет, значит, цивилизацию ной. Светворение называется Мишка Шифман. Мишка Шифман башковит. Умный человек. У него предвиденье. Вперед видит, значит, хорошо. Что мы видим, говорит, кроме телевидения? Смотришь конкурс в опыте и глотаешь пыль. А кого не попадя, пускают в Израиль. Израиль шифруется как общество Израиль. Мишка также сообщил по дороге в Мневнике. Голду Мейер я словил в радиоприемнике. И такое рассказал. До того красиво. Я чуть было не попал в лапы Теля-Вива. Разговаривают вроде бы два друга. И один другого уговаривает идти в Израиль. То есть по этой дорожке, чтобы попасть туда в рай. Но один уговаривает, а второй вроде бы как бы не соглашается. И не понимает, что это такое и не хочет. Я сперва-то был не пьян. Возразил два раза я. Говорю, Маше, Даян, сука одноглазая. Агрессивный бестия, чистый фараон. Но а где агрессия, там мне не резон. Маше, Маше, Маэсей. Даян, Баян. Идеолог. От человека идет информация. Это главный идеолог Рая, так зашифрованный. Одноглазый, то есть видит еще третьим зрением. Дополнительно. Потому что одноглазым фактически считается тот, у кого еще есть третье зрение. И еще больше. Это вовсе не какой-то тут циклоп. Агрессивный бестия, чистый фараон. То есть владыка великий. Агрессивный. Он же на платформе бога Марса. Бог Марс, бог войны. Бог войны. Освободительный, революционный, идеологический, просветительный. Но он бог войны. Поэтому агрессивный бестия, чистый фараон. Ну а где агрессия, там мне не резон. Мишка тут же впал в экстаз. После литры выпитой. Говорит, они же нас выгнали с Египета. То есть ад. Оскорбления просить не могу такого. Я позор желаю смыть с Рождества Христова. Мишка взял меня за грудь. Мне нужна компания. То есть идем вместе. Мы с тобой не как-нибудь здравствуй, до свидания. Побредем паломники. То есть бедными прикинемся. Чувства придавив. Хрен ли нам мнебники. Едем в Тель-Авив. А Тель-Авив тоже еще расшифровывается как очень активное общество. Я сказал. Я вот он весь. Ты же меня спас в парту. Но одна загвоздка есть. Русский я по паспорту. Только русские в родне. Прадед мой Самарин. Если кто и влез ко мне, так и тот сатарин. То есть евреев нет, значит, в родне. Мишку Шифмана не трожь. С Мишкой прочь сомнения. У него евреи сплошь. В каждом поколении. То есть выходит, можно сказать, что в еврейской нации. Сюда к нам на землю. Дед параличом разбит. Бывший врач-вредитель. А у меня антисемит на антисемите. То есть в родне никого евреев. Мишка врач. Он друг затих. В Израиле бездна их. Еще бы там все чистилище, сколько специалистов врачей. Гинекологов одних, как собак нерезанных. Нет зубным врачам пути. Слишком много просятся. Где на все зубов найти? Значит, безработица. Мишка мой кричит к чертям. Виза или ванная? Едем, Коля. Море там. Израиль и ванная. Видя Мишкину тоску, а он в тоске опасный. Я еще хлебнул кваску и сказал, согласны. Сейчас не дадут. Хвост огромный в кабинет. Видите, как много там просятся в рай. Из людей, пожалуйста. Мишке там сказали, нет. Ну, а мне, пожалуйста. Он кричал, ошибка тут. Это я, еврей. А ему не шибко тут. Выйти вон из дверей. Мишку мучает вопрос. Кто здесь враг таинственный? А ответ ужасно прост. И ответ единственный. Я в порядке. Тьфу-тьфу-тьфу. То есть за мной никаких грехов нет. Пятую. Пятую. Говорит, что за графу не пустили. Пятую. Иногда вам идут видения. Иногда кому-то одному. Иногда в открытую, панорамно. Иногда даже на все небо. Ну, появляется, допустим, Георгий Победоносец. Вы думаете, что такая личность есть. Появляется, допустим, Мать Мира. Образ Матери Мира. Значит, видение такое. Вы думаете, что тоже, что это личность. Что это человек. Божья Матерь. И тоже точно так же думаете, что такой человек есть в потусторонней мире. Нет, это условные образы символические. Так же, как у вас, допустим, в сказке Иван. Вот эти видения часто как раз вот такими своими содержаниями указывают, откуда это послание было послано. Мать Мира, допустим, это послание было послано. Мать Мира, допустим, это сообщение могло быть из рая. Потому что мир есть название цивилизации, райской цивилизации квантового мира. Мать Мира, это земля. Вы говорите, Россия Мать, Родина Мать. Земля Мать. Точно так же. Мать Мира есть райская цивилизация. Божья Матерь. Есть вообще строй коммунистический. Космос весь стоит на коммунизме. Рай тоже. Так вот, Божья Матерь, это коммунизм. Образ Георгия Победоносца есть образ телепатического моста. Что? Ну, не знаю. Значит, хорошо вам показали. Вот такими, через такие условные символы, образы, передается какая-то информация. Напрямую нельзя ничего передать, передается шифровкой. Шифровка разрешается. Иногда вот видения даются в одном месте, а предназначены они вообще, может быть, очень далеко там. Должны принять эту информацию, ее принять, обработать. А здесь никто не сможет, допустим. Вот такая информация, она хорошо распространяется. Люди разносят, доносятся на дальние окраины. Иногда эти видения даются с целью, чтобы передать информацию на будущее. Допустим, за сто лет раньше. А фактически ее прочтет человек, который придет через сто лет. Допустим, дается, ну вот, есть, допустим, явление Девы Марии, да, в какой-то местности. Допустим, сто лет назад это было. А через сто лет в этом месте будет рожден человек, который выполнит какую-то миссию. Женщина. Это уже шло как бы предписание будущего. Очень-очень много тайн. Вы не принимаете все напрямую. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.